Палиативный центр в Сенегорске получил партию нового оборудования. Это 20 функциональных кроватей, инфузионные стойки и шкафы. Оборудование необходимо для оказания специализированной медицинской помощи. Обновление разной техники происходит ежегодно за счет средств областного и федерального бюджетов. Адалина Леонова расскажет подробнее. В палиативном отделении находятся люди без реабилитационного потенциала, нуждающиеся в пристальном внимании врачей. В основном это лежачие или малоподвижные больные. Новые кровати помогут снизить дискомфорт и облегчат длительное пребывание пациентов в больнице. Персоналу удобно работать с этими функциональными кроватями, потому что пациентов необходимо вертикализировать, поворачивать сбоку на бок. Это профилактика пролежней и других медицинских осложнений у этих пациентов, потому что от длительного лежания, в том числе застойные пневмонии, могут формироваться другие тяжелые, еще дополнительные осложнения к тем заболеваниям, которые наши пациенты уже приобрели за свою жизнь. На положительную динамику пациентов влияет не только медикаментозная терапия. Важно и хорошее самочувствие. Люди здесь получают психологическую помощь. Например, для поднятия общего настроения учащиеся детской школы искусств разукрасили стены в холле. И плюс еще у нас обязательно в нашу палиативную помощь входит работа с родственниками, потому что у многих там тоже состояние стресса и все прочее. Ну и также с больными тоже мы стараемся как-то снять вот это все их напряжение, помочь в этом, если надо какая-то медикаментозная или прочая помощь, тоже мы ее оказываем. Сенегорское палиативное отделение – самое большое в регионе. Из 60 коек 30 расположены здесь. Больных сюда отправляют со всего Сахалина и Курил. В основном это пациенты онкодиспансера и областной больницы. У нас также работает уездная палиативная бригада. Там врач приезжает к больному на дом, после осмотра решает, отправлять нам больного или нет. Если показания есть, он направляет нам в отделение. Средства Сенегорскому центру для палиативных пациентов выделяют ежегодно из областного и федерального бюджетов. За счет этого в отделении постоянно обновляют материально-техническую базу. Аделина Леонова, Александр Тютюников, Илья Назаров, Солнце ТВ.